Участники спортивного клуба «Тритон» чистили дно пруда Борового три недели назад. Тогда еще никто не знал о сроках начала купального сезона. Но для мужчин было важно подготовить водоем к приходу соровчан. А так как летом на Боровом купается очень много детей, то забота об их здоровье была приоритетной. Не ограничиваемся и городом. Также берем под контроль реки, прилегающие к Сарову. По согласованию с администрацией, в частности, города или других муниципальных образований, мы выезжаем. Контролируем, чтобы браконьеры не ставили сети. Очищаем водоемы. Акции по очистке водоемов от прибрежного и подводного мусора стали уже регулярными. Два раза в год перед открытием купального сезона и после его завершения участники клуба «Тритон» обследуют дно городских водоемов. Мы чистим заходы в воду, где люди купающиеся отдыхают. Если, например, МЧС, как мне известно, они чистят на глубине полутора метров и удаль на метрах пять. Мы стараемся охватить более объемные территории. На кадрах любительской съемки видно, что спортсмены клуба обследовали дно и в районе плотины. Вытаскивали оттуда бревна, пни. Для удобства транспортировки приходилось распиливать их прямо в воде. Мусора, конечно, много. Собираем очень много мешков. Около, может, 20-15 мешков. Хочу, как бы сказать, призвать людей, чтобы не мусорили, следили за собой. Оставляли мусор в контейнерах. Со дна поднимают не только природный мусор, но и то, что в водоемы накидали люди. Пластик, полиэтиленовые пакеты, консервные банки, проволоку и, самое опасное, разбитые стеклянные бутылки. Помогают спортсменам в очистке водоемов их родственники и друзья. Они собирают мусор по берегам и принимают находки от тех, кто нырял за ним на глубину. Присоединиться к экологическим акциям Тритона и помочь сделать город чище может любой желающий. На странице клуба в социальной сети ВКонтакте сообщают о ближайших проектах. Елена Грицкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.